Программа «Народная трибуна». Открытый микрофон для всех, кто желает высказать свое мнение. Свое мнение. Телефон прямого эфира 847-400-5200. Здравствуйте. Я имею что сказать. А я думаю, что... Кричать не обязательно. Работают все микрофоны. Каждый может... Высказать. Не высказать. Сказать. Добрый день, уважаемые дамы и господа. Вы слушаете «Радио Народная волна» по-прежнему на частоте 14,30 м, 99,1 фм. На нашем веб-сайте radio-nvc.com, на нашем YouTube-канале radio-nvc. Ну и те из вас, кто пользуется бесплатным приложением на айфонах, айпэдах. Кстати, очень удобно. Нажал одну кнопочку и слышишь все, что происходит. У нас сегодня непростая, необычная программа «Народная трибуна». У нас как бы две программы вместе. «Народная трибуна» и «Голос здравого смысла». Такой приятный сюрприз сегодня с нами в студии Леон Вайнстайн, как говорят в Америке. Здравствуйте, Леон. Добрый день, добрый день. Очень рад впервые посетить вашу студию. В Чикаго я бывал пару раз, я думаю, даже, может, больше. А вот здесь, в ваших краях и в вашей студии никогда. Так что я очень рад был вживую встретиться со всеми теми, с кем я имел только общение радио либо телефонное. Да, и нам очень приятно. И я думаю, это будет приятным сюрпризом для наших зрителей и слушателей. Во-первых, как добрались? Прекрасно. Четыре часа полета, великолепно. Без приключений. Без всяких приключений. Погоды у нас тут какие-то, вчера была гроза немножко, сегодня. Да, нас предупреждали, что может трясти, но это меня не испугало. Окей. Событий, как всегда, масса, причем, ну, глубоких событий. Я знаю, что вы склонны рассуждать на тему такие более глубинные. Не события сегодняшнего дня, хотя они тоже настораживают, обескураживают и огорчают. Но, тем не менее, вот на сегодняшний день очередная затея вице-председателя по поводу повышения налога на наследство. Да, эта тема, ну, вот как бы сама по себе она бы уже взволновала, когда мы говорим, и, так сказать, я тут же начинаю нервничать по этому поводу, потому что я понимаю, какое это может оказать влияние на развитие нашего общества, развитие свободной торговли, развитие улучшения или ухудшения уровня жизни в Америке. Но вкупе с целым рядом других мероприятий, скажем, 6 триллионов долларов, которые очень демократы пытаются либо занять, либо напечатать, либо, так сказать, выжить откуда-то и тому подобное, просто окажет страшное совершенно влияние. Но давайте вернемся к вашему вопросу. И, действительно, я бы хотел копнуть немножко поглубже, потому что первое, так сказать, поверхностное ощущение такое, ну, подумаешь, там, каким-то людям, они еще скажут, небось, там, с тех, кто там больше двух миллионов, там, или больше пяти миллионов, какое ваше дело, это всего каких-то, там, 4 или 8-11 процентов населения, всем остальным только хорошо будет и тому подобное. Ну, вот давайте мы чуть-чуть, чуть-чуть, самый первый, даже не говоря о втором и третьем слое копнем. Значит, деньги. Для чего используются в нашем мире деньги? Они используются в основном по двум, для двух действий. Действие номер один – это мерилообмен. Очень сложно обменять лошадь на, там, 4 часа работы и плотника, плюс зерно, плюс, там, так сказать, право пользоваться интернетом, да? И так легко лошадь стоит, там, я не знаю, там, 10 тысяч, интернет стоит 50 долларов, там, ну, вот у тебя есть некое мерило, с помощью которого ты получаешь и платишь. И второе – деньги используются для того, чтобы начинать новые предприятия, начинать новые бизнесы, либо расширять новые бизнесы. Вообще, в мире существует только три вида людей, которые меняют мир, которые двигают мир, которые делают наш мир отличающимся от того, что было, там, 5 тысяч лет тому назад или, там, 300 лет тому назад. На сегодняшний день, там, так сказать, ну, я не знаю, насколько прибавляет, скажем, счастье стиральная машина, но удобства она прибавляет очень много. Не нужно уже ходить на реку или даже посылать, так сказать, там, девушку, крестьянку, чтобы она стирала, а потом развешивала белье. Сначала ты его стираешь, потом вот ты его сушишь, и дальше, так сказать, ты его можешь использовать. То есть удобство, да? Автомашина, которая позволила, скажем, добираться из одной точки в другую. Вот если бы не было вот этих трех типов людей, я сейчас скажу, что это за люди, то прогресса бы не было. То есть мы бы жили в той же войне, в которой жили когда-то, там, в 14 веке в Европе, во дворцах, в Лувре, там, и тому подобное. И мы бы, ну, скажем, так сказать, дамы со вторых этажей выплескивали бы ночные горшки на улицу, на головы людей, проходящих мимо. Что было нормой совершенно, просто, так сказать, люди старались не ходить прямо под окном, и потому что знали, что в любой момент на них могут вылиться нечистоты. Вот, значит, мы живем немножко в другом мире. Почему? Потому что, во-первых, существует такой, так сказать, тип человека, который называется изобретатель. Он что-то такое придумывает, чего не было раньше. Вот можно стать инженером, но не быть изобретателем. Можно стать ученым, но не быть изобретателем. Просто что-то исследовать, там, рассказывать, классифицировать. Вот здесь особые люди, они изобретают. И жизнь у них очень сложная на самом деле, потому что новое воспринимается людьми очень плохо. Над ними смеются, их отталкивают, их выгоняют, их, так сказать, издеваются. Очень редко кто из них при жизни видит успех и тому подобное. То есть вот эти люди, которые что-то такое придумывают и пытаются, так сказать, вот внедрить это по целому ряду, так сказать, своих или идеалистических, или материалистических причин. Второй тип людей, которые двигают прогресс, это администраторы. То есть человек, который увидел это изобретение. А изобретатель обычно не обладает способностью воплощать это в жизнь. Он придумал, вот это он умеет делать. Очень редко там, Эдисон, например, да, так сказать, да. А таких примеров довольно мало. Остальные, в общем, в основном придумывали потом, а что с этим делать. Так вот появляется человек, который смотрит на это и говорит, ух ты, это же можно вот так-то применить. И мотивация совершенно не важна. Он из-за денег это делает, из-за интереса. Важно, что как только он находится и он вступает в взаимоотношения с изобретателем, то у них команда появляется, которая придумала, начала применять, улучшила, привела в порядок. И вот теперь уже этим можно пользоваться. Но есть и третий. Обычно люди не понимают, что вот этот третий тип человека, он невероятно важен. Не менее важен, чем изобретателем, не менее важен, чем администратор, менеджер, руководитель, да. Этот человек называется финансист. Финансист вот изобретатель изобрел, администратор придумал, как это использовать. А дальше что? А дальше нужно вкладывать деньги. Вкладывать деньги в том, что это изготовить, вкладывать деньги в том, чтобы рекламировать, пробить через какие-то разрешающие инстанции. Уговорить людей, что это им нужно и тому подобное. На все это нужны деньги. И вот приходит вот этот третий человек, который говорит, я готов рискнуть. А вы знаете, сколько раз этот риск оборачивает тем, что деньги теряются? То есть, я не знаю, статистики у меня этой нет, но я предположил бы, что из 100, наверное, 97 раз. То есть, человек должен быть абсолютно лихой в этом смысле. Увидеть, понять, понять, что это новое, может принести пользу, распользовать деньги. Понять, что люди, которые наняты менеджером, могут действительно работать и сделать это. И вот этот человек, значит, финансист. И вот под этих трех людей у нас не было бы прогресса. Вообще бы не было прогресса. Возвращаясь к вопросу о наследстве. А когда человек получает, имеет, скажем, представим себе, 100 тысяч долларов, которые ему не нужны для того, чтобы прожить, он живет, и у него остались 100 тысяч долларов, то он начинает искать, куда бы их вложить. И вкладывает это либо в новые производства, как я говорил только что, да, либо в расширение старых производств, либо улучшение чего-то и прочее. То есть, он становится один из этих трех людей, которые двигают прогресс. А теперь представим себе, что у него забрали эти деньги. Раздали это 10 тысячам человек, или даже тысячи человек. И они начали на эти деньги покупать себе еду, потому что у них, скажем, так сказать, там, ну, так сказать, не хватало, или, так сказать, некачественная еда и прочее. А где же тогда кто-то, кто вложит деньги в новое предприятие? А где же тогда кто-то, кто расширит старое предприятие? А где же кто-то, что наймет вас же на работу? Этого нет. Значит, совершенно по-разному деньги играют тогда, когда они являются капиталом. А тот строй, в котором мы живем, назвали капитализмом не просто так, а потому что его создал капитал. А что такое капитал? Это деньги, которые остались у вас после того, как вы уже купили еду и все свои остальные необходимости, так сказать, обслужили. И у вас все равно остались деньги, и вы теперь можете ими оперировать. И вот что хочет сделать Байден, ну, не только Байден, естественно, да, а нынешняя так называемая демократическая партия, нельзя ее называть демократической, естественно, они украли это название точно так же, как они украли слово прогресс, точно так же, как они украли слово либерти, точно так же, как Ленин украл слово большевики. Хотя некими большевиками, конечно, его группа не являлась. Вот эти люди, они хотят украсть у тех, кто заработал и хочет передать это своим детям, там, внукам, я не знаю, там и тому подобное, для того, чтобы они продолжали дело, для того, чтобы они продолжали фабрику, для того, чтобы они расширяли фабрику, для того, чтобы они нанимали новых людей. Они хотят отобрать эти деньги, раздать это, естественно, о себе не забыть тоже, понятно, что никто из них не забывает о себе. Это называется легальное ограбление, но, в конце концов, ну, грабьте и грабьте, но они не просто грабят, они еще и меняют условия нашей жизни и превращают нас из капитализма, при котором можно нормально существовать, в социализм, при котором нормально существуют только те, кто отбирает деньги. Ну, вот приблизительно, значит, реакция моя на то, что господин Байден сотоварищи пытаются отобрать у тех, кто получает наследство, часть этого наследства. Уже не говоря о том, что если ты получил фабрику, которая стоит 10 миллионов, то ты там по новому закону там должен 5 миллионов откуда-то найти и отдать государству. А где их взять? То есть надо срочно продавать эту фабрику. Кому продавать, как продавать, получать. И половину этих денег, или просто закрывать ее, потому что, ну, нету этих 5 миллионов. Ну, если не продаж, правительство отберет, потому что не заплатил налог. — Совершенно точно, и в этом тоже есть своя идея. Они мечтают национализировать большинство того, что происходит сейчас в Америке. — Да. — Что касается социализма, элементов социализма в нашей стране настолько много и так широко распространены, что уже дальше некуда. Какая-то определенная категория граждан нашей страны вообще живут при коммунизме. Ну, то есть, получая все блага, при этом не прилагая никаких усилий. Ну, единственное усилие – это сходить в social security, там заполнить какие-то оплаты. — Ну, сейчас уже они готовы присылать людей, чтобы на дом к тебе приходили, и ты заполнял все у дома. — Да, и сейчас чеки очередные уже идут, не надо никуда ходить, там выборку делают или на карточку, или на аккаунт. Если платил налоги, то будут платить сейчас, ну, кроме того, что безработным платят дополнительно какие-то деньги, сейчас чуть меньше, правда, чем платили до этого, а сейчас еще по 300 долларов или по 360. — Ну, де-факто они вводят мечту всех, так сказать, коммунистов, чтобы люди просто за то, что они люди-человеки родились и прочее, они бы получали какой-то минимум прожиточный. Причем Байден говорил о тысячах, о полутора тысячах, о двух тысячах долларов, там Ян говорил о двух тысячах долларов. Они мечтают ввести вот это вот. И не зря Байден, кстати, интересно, так сказать, по-моему, это было сразу же после встречи с Путиным на пресс-конференции, он сказал очень интересную вещь. Причем это он не ляпнул, а это было записано в том, что он говорил, то есть речь, то есть мы это готовили. Он сказал следующее, что Америка является exceptional, то есть как-то по-русски, так сказать, exceptional country, exceptional place, да, она уникальна. И, значит, ну, обычно уникальна, говорится, потому что все права мы получили не от правительства, не от царя, а от Бога. И вдруг Байден говорит следующее. Мы уникальны, потому что в нашей Декларации о независимости в нашей Конституции записано, что мы получили права не от правительства, а по рождению, потому что мы родились. И поэтому вот это факт того, что, значит, вот у нас теперь права есть. Что логическая абсолютная хинея, но меня это сразу же удивило, и я подумал, что, ага, значит, новое направление мысли демократической партии, которые они будут нам втюхивать сейчас народу, что просто потому, что ты родился и потому, что ты, вот, так сказать, условно говоря, американец, не важно, ты родился американцем или тебя привезли из, там, Латинской Америки или откуда-то еще сделали американцем. Но в тот момент, когда ты стал американцем, факт этого и есть твое право получать бесплатную медицину, получать, там, какое-то определенное количество денег на еду, жилье, там, так сказать, не знаю, что-то еще, и иметь полные права, скажем, голосовать с тем, что делать с деньгами тех людей, которые работают. И вот это все вместе, оно пугает, потому что не прошло еще, что называется, двух лет, не прошел еще и год, да, после того, полгода просто прошло. Почему я сказал два года? Потому что обычно корректирующие выборы идут через два года, они корректируют, так сказать, то, что произошло во время основных выборов. Так вот, не прошло еще, так сказать, вот какого-то значительного периода, а я вижу уже огромные тектонические изменения в нашей стране, которые либо произошли уже, либо закладываются основания для того, чтобы они произошли. Мне сегодня довелось утром послушать на Newsmax президента Трампа. И я понял, что я скучаю по его выступлению. Но честно, то есть я его давно не слышал, а тут, и, кстати, завтра у него будет ралли в Вахае, по-моему. Да, 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 всех приглашали, да. Да, в Вахае будет ралли. Ну, конечно, и атмосфера другая, и тон другой, и энтузиазм присутствует, в отличие от выступлений зиц-председателя. Такая тоска. Ну вот интересно, Сережа, что не только зиц-председатель, да, я вообще не вижу никого в руководстве демократической партии, кто бы у них самих, у демократов вызывал бы энтузиазм. И я понимаю, Байден, так сказать, на самом деле, очень простая формула, почему он стал президентом, сейчас не имеет значения, так сказать, не об этом разговариваем, да. Но он как фигура, меня меньше всего волнует. Но нет у нас сейчас президента, да. У нас есть некая, так сказать, кукла, которая там время от времени оживает, а все остальное время она находится в таком спящем, так сказать, ну, как, знаете, вот в Буратино попал, так сказать, висели там у Папы Карла эти куклы. Как только начиналось представление, их брали за еточку, и они оживали. Вот приблизительно та же самая история. Ну, что делать? Так исторически сложилось. Но тогда нужно, чтобы кто-то был, какая-то группа людей. Я сейчас не говорю, конечно, есть она, не серые кардиналы, кто-то яркий, которые бы, окей, там получилось, вот этот человек стал президентом, но у нас есть вот этот, вот этот, вот этот человек, которые зажигают массы, которые объясняют, куда мы двигаемся, которые объясняют народу там. Нет, все делается втихую, все делается в каких-то кабинетах, все делается сзади, ничего не рассказывается. Как только ты пытаешься что-то говорить, то пресса, пресса пытается тебя закрыть, закрыть тебе рот. Основная задача прессы сегодня, включая социальные сети, не в том, чтобы донести информацию до людей, а в том, чтобы не дать информации реальной просочиться к людям. Кстати, обязан упомянуть, мы вот-вот выходим сейчас, буквально дело двух-трех недель, выходим сейчас с порталом камертон.глобал, в котором, так сказать, мы именно это и будем делать. У нас одна часть будет под названием «Мир, новости» там и прочее, где мы будем давать возможность известным всяким, так сказать, умным и прочее людям рассказывать нам, что в действительности происходит. Там будет целый ряд каналов тематических, там канал потепления. Будем давать людям возможность обмениваться действительными мнениями и говорить правду, и спорить, пожалуйста, ты хоть твоя, ты считаешь, что правда, что из-за человека это потепление происходит, валяй, рассказывай. Ты хочешь, так сказать, оспорить, это валяй я. И причем это не социальная сеть, когда все кто угодно, а это те журналисты, те люди, которым мы дадим возможность, ученые, которым дадим возможность выходить на этот канал, пасворд, так сказать, к этому каналу. Или там захочешь о ковиде разговаривать, они что делают? Они всю информацию, которая не нравится руководству демократической партии, они у тебя будет на неделю, они иногда на месяц вырубают тебя с ютубов, с фейсбуков и прочее. Просто за то, что ты рассказываешь о том, что в Германии есть доктора, там целая группа, там три тысячи, которые считают, что все неправда про ковид, ты об этом даешь репортаж, и тебе вырубают на неделю с ютуба. Вот чтобы дать возможность людям общаться, рассказывать свою точку зрения, и читать это, и слушать это, мы и делаем вот этот портал, который, как я уже сказал, когда войдет, так сказать, я объявлю об этом всем, и все будут знать, тоже через радио Чикаго. Ну вот, так сказать, я думаю, что трамповская сеть, вроде бы 4 июля, Трамп собирается начинать свою, вроде бы, социальную сеть, там типа Твиттера. Я надеюсь, что это будет тот росток, из которого должно, так сказать, что-то вырасти, которое будет называться «Свобода слова». Очень хочется верить, потому что «Свобода слова» под таким прессом находится, и это не только в социальных сетях, это не только в прессе, на телевидении, это происходит и в системе образования. По всей стране прокатились выступления возмущенных родителей, активистов, и они об этом говорят, что студентам затыкают рот, преподавателям, которые не согласны, скажем, с критической расовой теорией, затыкают рот, там подвергаются обструкции и так далее. То есть «Свобода слова» находится под большим прессом. И это страшно. На самом деле, как кажется, я понимаю, что сторонникам демократической партии, они ручонки потирают пот на игру, хорошо заткнуть рот этим сторонникам теории заговора, потому что все, что не укладывается в прокрустово ложе, демократической левой идеологии, все считается теорией заговора. Я смотрю эти выступления активистов, родителей, и это вселяет некую надежду. Это вселяет надежду, и одновременно... Да, это безусловно, так сказать. Теперь о другом. Вот когда нормальные люди, которые стали сторонниками демократической партии, потому что надо более мягко, надо помогать, я очень хорошо их понимаю. С моей точки зрения, они сейчас немножко... У них делюжинал то, что называется, потому что нельзя смотреть на действительность и думать, что это и есть демократическая партия, но я очень хорошо понимаю людей, которые сказали, что капитализм очень жесткий, надо мягче, и надо помогать людям. Это очень хорошо, надо помогать людям. Для этого они почему-то считают, что надо меня отобрать, чтобы помочь кому-то другому, но тут у нас разногласия есть. Так вот, а когда эти люди потирают руки, как вот только что сказал, я в ошарашенном состоянии, потому что, ну, сколько раз можно человечеству говорить, вот, как по той старой истории, да, так сказать, там, когда стали бить евреев, то, так сказать, католики и протестанты, и там, баптисты и прочее, они сидели, это меня не касается, бьют евреев. Потом пришли за католиками, стали их бить и баптисты, и протестанты, и там, яговисты, я не знаю, кто-то еще говорили, это не про меня, да. А когда пришли вот к ним, то просто больше некому было помочь им, никто не остался. Так вот, господа, те, кто считает, что здорово, что не дают говорить то, что правые республиканцы, там, консерваторы хотят, да, а придут за вами тоже, потому что, научившись бить инакомыслящих и не получив отпора, вы в какой-то момент тоже станете никомуслящими. Вспомните Владимира Ильича Ленина и всю историю, которая с ним происходила, да, сначала те, кто очень не согласен, потом с тем, кто не согласен, потом с тем, кто чуть-чуть не согласен, а потом с тем, кто мешает. А потом по дороге за честными, потому что честные мешают всем всегда. Поэтому подумайте, я не пытаюсь никого убедить, там, становиться, там, республиканцем, консерватором, что-то еще, я пытаюсь убедить в том, что борьба за свободу высказываний, свободу мыслей, свободу собраний, вообще за свободу, это не борьба республиканской партии, это борьба любого американца. Я уже приводил пример в эфире, как один композитор, который пишет хоровую музыку, очень популярный, один из наиболее выдающихся, молодой композитор, правда, и причем, ну, как молодой человек, прошедший все американские университеты, конечно, ему мозги промыли, он придерживается, всех поддерживает, все движения, но вот что касается разгулявшейся Антифы и БЛМ, которые сжигают города, он в Твиттере написал, поджог – это плохо. Это все, что он написал, поджог – это плохо. И вот, как леворадикальное отребье на него обрушилось. Его отовсюду изгнали, его лишили куска хлеба, а издательство, которое издает его произведение, заготовило письмо, покаянное для него, и все, что от него просили, чтобы он покаялся, подписал это письмо. Он это письмо не подписал, все, его произведения не издаются, никуда не идут, ничего. И единственное, что он, значит, вся его активность сводится к тому, что он общается с психиатрами, чтобы, не дай Бог, не покончить жизнь самоубийством. Человек, который поддерживал все вот так называемые либеральные движения и так далее. Вот это то, о чем мы говорили. Никто не застрахован. Давайте мы сделаем небольшой перерыв, буквально несколько минут, после чего вернемся, обязательно, обязательно продолжим. Продолжаем нашу программу. Еще раз напомню, сегодня со мной в студии Леон Вайнстайн. И у вас есть возможность позвонить в эфир, задать вопрос, может быть, поспорить, если с чем-то не согласны. Телефон студии во-прежнему 847-400-5200. Ну, а о чем мне хотелось бы еще упомянуть обязательно. На днях, по-моему, вчера или позавчера, судьи в Нью-Йорке приостановили действия юридической лицензии Руди Джулиани. Формулировка совершенно безумная, то есть, что он во время, причем там конкретный случай указывается, во время своего радиовыступления на каком-то подкасте он что-то сказал не то, что является неправдой, он сказал о том, что были массовые нарушения во время голосования, что является дезинформацией и как бы чуть ли не наносит вред национальной безопасности. Ну, что-то такое совершенно безумное. То есть, мы дожили до того, что людей начинают прессовать, не по-детски, только за то, что, собственно, если говорить о Джулиане, за то, что он представлял интересы 45-го президента Соединенных Штатов Америки. Таким образом, в Нью-Йорке президент не может рассчитывать на защиту. То, что нам гарантировано Конституцией, каждый человек в суде имеет право на защиту. Но либо адвокаты будут бояться выступать в роли защитника, потому что их могут лишить лицензии, вот как показывает практика. Либо еще что-то. У нас есть телефонный звонок, если вы не возражаете, давайте попробуем принять. Добрый день, слушаем вас. Здравствуйте. Вот сейчас вы говорили, сообщили нам информацию о желании ввести новый налог на наследство. Но ведь сегодня тоже существует налог на наследство. Какая разница между существующим налогом сейчас и тот, который хотят ввести? Спасибо, я послушаю по радио. Все, что мы знаем, это заявление Байдена, что они хотят значительно увеличить. Значительно увеличить, как вы понимаете, не значит добавить 1%. Мы не знаем еще пока, сколько именно. С моей точки зрения, любой налог на наследство это грабеж. Дело в том, что если я заработал 100 долларов, и я заплатил с них законные 40 или 50 долларов, то это деньги мои. И я теперь имею право делать с этими деньгами все, что я хочу. Если я хочу, я куплю на них яхту и буду на ней кататься. Если я хочу, я отложу их в сторону и буду ждать, пока они будут расти в биткоинах. Если я хочу, я отдам это своим детям. Это мои деньги. Они уже, как называется, очищены полностью от налогов. Почему надо забирать часть тех денег, которые я заработал просто по той причине, что я их отдал кому-то, я не понимаю. Но вот Байден на сегодняшний день хочет еще это значительно увеличить. И цель, почему он это хочет увеличить, была сформулирована следующим образом. Чтобы достичь большего равноправия, которое возникает в том числе из-за того, что люди, которые заработали деньги, передают это своим детям. То есть, на самом деле, людей могут поставить в такое положение, когда, я уже, по-моему, сказал об этом, когда они не в состоянии будут заплатить этот налог, и тогда у них просто все это отнимет. Ну, как вот, если у тебя есть дом, и ты не можешь платить налоги, если ты не платишь налоги, и тебя его заберут. То есть, я выкупил дом, полностью его оплатил, потом, значит, ушел, так сказать, или просто передал это своему сыну, или кому-то еще, и этот человек теперь оказывается в ситуации, который должен снова начинать выплачивать половину этого дома. Вот примерно так все это выглядит. Ну, одним словом, нет революции, нет, как, есть революция начала, нет революции конца. Значит, по поводу Руди Джириани, я сказал, вот еще один случай выпиющий, это вот возвращает нас к событиям 6 января, потому что Пелоси вчера выступал и опять заявил о том, что они будут создавать специальную комиссию, которая должна разобраться в этом. Целью Пелоси и всех демократов там опять свалить всю вину на Трамп, и не Трампа. Ничего другого в этом нет. Из этого делают опять очередное побоище, потому что Трамп выходит снова на политическую арену дискредитировать его. Мне понравилось выступление одного из республиканцев в Конгрессе, он рассказывал о том, что накануне 31 декабря мэр города Вашингтон обратилась там по цепочке, как положено, чейнов коммен с просьбой выделить национальных гвардейцев. А это дошло до Трампа, Трамп дал команду выделить национальных гвардейцев, потому что все, так сказать, разведслужбы говорили о том, что возможен какой-то инцидент, потому что будет много народу и так далее. Предупредили всех, все было ясно. Трамп дал команду дать гвардейцев, чтобы во избежание каких-то неприятностей. 5 января эта же мэрша, которая тесно связана с конгрессменами, демократами в Конгрессе, пишет письмо, нам ничего этого не надо, все, стоп, все, мы сами разберемся. И вот он задается вопросом, кому это было выгодно? Для чего это делалось? Почему, когда можно было предусмотреть, предупредить все это, вдруг в последний момент они меняют решение и позволяют, мало того, мы видели видео, когда полицейские пропускают людей, приглашают, заходите. Просто приглашают, да, 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 машут руками, идите сюда, идите сюда, так сказать и прочее, и спокойно дают войти. Вот, то есть на самом деле Карлсон Таккер в своем шоу говорил о том, что среди, так сказать, наиболее активных деятелей вот этого выступления были осведомители ФБР, то есть активные люди, которые активно работают на ФБР, то есть они провоцировали, это были провокаторы, которые провоцировали. Ну, называется по-бакапон, правильно? Да? Да. Я хочу добавить к этому что-то. Дело в том, что, вот я уже сказал на каком-то из своих подкастов, что я поразительно согласен с Путиным, вот по какому поводу. Когда, значит, президенту России, которого я считаю лично, так сказать, убийцей с холодными глазами или там с какими угодно, и бездуховным и тому подобное, когда ему задали вопрос, у вас в России, значит, на пресс-конференции позволяется Путин задавать такие вопросы, СНН зало, у вас, ваши политические противники либо убиты, либо убежали за храницу, либо массово сидят под тюрьмом, как вы это объясните, он сказал следующее, значит, дело в том, что вот вы, господа, которые спрашиваете СНН, и я очень надеюсь, что вы хоть один раз не соврете и поместите мой ответ, значит, в свой репортаж, чего, кстати, не произошло, соврали. А я вам, вот именно вам, СНН, буду рад ответить следующим образом. В Конституции США и в Декларации, значит, независимости, два основополагающих документа вашей американской жизни написано, что народ, те, кто голосуют, выборщики, имеют право и даже более того, обязаны, если власть действует не таким образом, как они хотят, требовать ее смещения, выходить на демонстрации, выходить на митинги, идти, что называется, туда, где они находятся, и даже вменено в обязанность смещать власть или тип власти, если он действует вопреки, вопреки интересам народа. Так вот, когда у вас люди пошли к капиталистскому холму, безоружные, ни у кого этого оружия не было, они ничего не имели в виду, кроме как высказать свои претензии этим самым людям, которые называются их представители, вы арестовали 400 человек, вы имеете, значит, 35 или 36 из них до сих пор сидит по тюрьмам без права, что полностью противоречит Конституции и всем уголовным, так сказать, уложениям Соединенных Штатов Америки, без права на выкуп Бэйл, как по-русски называется, я не знаю, под залог, вот, и некоторым из этих людей грозит 20 или более лет тюрьмы за то, что они следовали до буквы и до духа абсолютного Конституции и Декларации независимости, как вы смеете спрашивать у нас что-то, идите сначала гляньте на свою рожу а потом приходите к другим с претензией господа, чтобы вы поняли значит, я считаю, что кошмар творится в России ужасно и прочее но просто из-за того, что происходит у нас бандиты из России могут взять стать вот в такую вот позу и сказать посмотрите сначала на бревно в вашем собственном глазу, чем указывать на соринку в нашем вот, к огромному сожалению Владимир Владимирович прав и к огромному сожалению то, что происходит у нас это абсолютное попрание к институции как духа так и буквы и это ужасно потому что вот так получилось сейчас я даже не знаю как оно получилось в Соединенных Штатах Америки что у нас нет больше гражданских свобод хочу добавить 73-летний ветеран который был награжден Purple Heart Purple Heart это после ранения людей военных награждают он пастор Джеймс Кюсик был арестован в своем доме во Флориде за пребывание в Капитолии 6 января несмотря на то что он не участвовал ни в каком насилии или вандализме он просто был там его сына Кейси также арестовали на глазах у трехлетней дочери но это ли не фашизм абсолютно сто процентов я говорю у нас перестали работать гражданские свободы у нас перестали работать я могу перечислять из кого-то слово свобода высказывания свобода печати тада любая свобода собраний нам обрубили это с помощью ковида неважно каким образом значит правительство так называемое наше начиная с 1 января начиная так сказать задолго до того она активно начинает это там с начала января этого года начало распроваляться со всеми гражданскими свободами которые у американцев были давайте попробуем принять звонок добрый день пожалуйста вы в эфире добрый день и вам хочу просто один вопрос задать вот в России понятно полное беззаконие а разве это не беззаконие сегодня здесь у нас в Америке идет по поводу той женщины бывшей служащей в американской армии ее убили просто так невооруженную убили и убийцы нет и никто не виноват и замолкнулся и все нет нет закона так же как в России так и в Америке нету не работает спасибо за ваш звонок речь идет об Эшли Бэббит ветеране военно-воздушных сил США которая действительно которая была без оружия которая застрелила один из агентов имя которого до сих пор неизвестно мужу и юристу мужа не разглашается это имя ни о кого следствия судя потому что мы знаем не ведется но при этом министерство юстиции сразу заявило что ему обвинение предъявлено не будет потому что он действовал в рамках закона в рамках какого закона то есть если полицейский задержал наркомана и уголовника Флойда и применял приемы которые прописаны в инструкциях это то чему его тренировали его посадят на 20 лет и его сегодня кстати будет вынесен приговор и там уже готовится боевое крыло демократической партии с коктейлями Молотова со всеми делами со всеми атрибутами революционными этого посадят минимум на 15 максимум на 20 лет потому что ему вменяется убийство второй степени а тут застрелил безоружную женщину которая жизнь которой вообще если в историю ее жизни глянуть должна быть примером для американских девочек не Флойд которого вознесли на пьедестал похоронили в золотом гробу и все эта банда в Капитолии встала на колени во главе с Байденом Пелоси Шмолоси Шумером со всеми этими ублюдками на колени они встали отдавая дань вот этому герою так называемому мир перевернулся и перевернули его демократы а помогли им те кто за них голосовал хотите вы этого или не хотите и часть вины лежит на ваших плечах давайте попробуем принять еще звонок добрый день здравствуйте здравствуйте если вы хотите узнать более подробно как это делается у них вот насчет 6 января было у Дэн Банжино в среду выступал человек который долго там рассказывал все это и кто отвечает кто не отвечает те люди которые сделали все это ни один не отвечает потому что они делали на благо государства или Байдена я не знаю так вот интересно если бы люди могли прочитать Дэн Банжино в среду вот в прошедшую среду выступление у него было 5 часов где-то в районе 12 один чем-то у него он идет вместо Рашли спасибо большое это понятно многие многие слушают Дэн Банжино заменил Рашу Лимбо в этом слоте надо отдать должное он такой боевой парень парень которого тоже за плечами и служба в полиции и в секрет сервис служил в общем и передача у него такие программы довольно интересные острые пока еще можно пока еще не заглушили хотя демократы в конгрессе предпринимают усилия с тем чтобы заглушить консервативный голос на радио с большой с биг-тек так сказать они снюхались спелись все понятно они глушат они не дают а вот в эфире фсси обращаются с письмами решить голоса этих они ну как в россии оставят эхо москвы которая там на какую-то ограниченную аудиторию внутри ограниченного количества километров вещают а все остальное убьют то есть будут стараться по крайней мере так ну следующая тема наверное вот единственная заметка стала известна о том что записи о китайском коронавирусе ковид-19 были удалены из базы данных США по запросу китайских ученых еще одна интересная тема перебежчик замминистра безопасности из китая но я не знаю официального подтверждения до сих пор пока нет пока пока непонятно там так много тем как бы про которые он якобы значит поет он может знать действительно много если он ну все-таки он отвечал закон разведку ну вот откуда мы знаем откуда кто это нам сливает эту информацию и так подробно но это безумно странно то есть я думаю что это то что называется по-английски wishful thinking то есть кому-то кому очень хотелось бы вот так сказать опубликовали как данность я бы это слишком сенсационно и слишком хорошо да то есть я бы подождал немножко с этим поэтому я и сказал что это не подтверждено официально поэтому мы можем к этому так сказать ну интересно конечно так сказать я кстати я хотел бы знать что действительно он перебежал потому что пока что даже это не сто процентов известно мы должны сейчас остановиться сделать небольшой перерыв чтобы из Китая сейчас сегодня перебегал в Байденовскую администрацию кто-то зная как Америка при Байдене прогибается не знаю как бы они это объясняют тем что он попал не куда-то а именно в управление военной разведки не в ФБР а в управление военной разведки которое всегда стояло несколько особняком от ФБР при новом министре обороны не верю да может быть хорошо никуда не уходите мы продолжим через несколько минут ну что ж продолжаем нашу программу как я уже говорил у нас сегодня такая совместная программа народная трибуна и голос здравого смысла со мной в студии в Чикаго впервые Леон Вайнстайн еще раз здравствуйте я приветствую всех наших радиослушателей всех зрителей на ютуб канале телефон в студии по прежнему 847-400-5200 если не возражаете давайте попробуем принять звонок добрый день пожалуйста вы в эфире добрый день Сергей добрый нужно получить координаты Леонова Штейна чтобы ему тоже послать донейшн вам мы послали спасибо огромное да кстати сказать я всякий раз огромное спасибо всем кто поддерживает нас в трудную минуту люди поддерживают пару финансов и судя по зип-кодам и адресам это не самые богатые люди в этом городе из русскоговорящих вы попали в точку ну кстати я не получил уведомления что вы получили я посылал но по идее должно автоматически идти ну я посмотрю пока нету я с Юлей разговаривал пока я ждал результат огромное спасибо огромное спасибо за желание помочь и за помощь радио Чикаго у меня если вы следите за тем что я делаю то обычно и на канале на фейсбуке и на канале на ютюбе но в основном на ютюбе я время от времени обращаюсь с просьбой помочь даже не моему каналу а строительству веб-сайта портала о котором вот я рассказывал повторить очень легко надо зайти на мой канал на ютюбе и посмотреть там все данные окей спасибо спасибо вам спасибо огромное спасибо вам и спасибо всем кто откликнулся действительно в трудную минуту я помню когда первый раз у нас вот ковид объявили все бизнесы грохнулись ну особо одаренные губернаторы там штаты Калифорния Нью-Йорка Иллинойс всех заглушили просто убили и мы попали в сложную финансовую ситуацию потому что ну рекламодателей нет они у них бизнесы позакрывались и люди нас поддержали и благодаря этому мы это потрясающе это потрясающе то есть это самая высокая оценка других слов не надо это значит что мы нужны да что-то вы такое делаете что без чего люди не хотели бы остаться мы делаем то что нам удается найти таких людей как вы спасибо которые делают наши программы такими интересными и жизненно необходимыми людям нужна надежда потому что люди особенно старшее поколение видит и чувствует куда мы скатываемся в какую в какую яму мы скатываемся но когда они слышат вас скажем они понимают что на не все потеряно знаете Сережа я когда я рассказываю о ситуации сегодняшней то я всегда пытаюсь дать перспективу не только скажем очень конкретную вот с этим что-то будет там происходить а я пытаюсь перевести это на какие-то более глубинные более важные более 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 так сказать перспективные пласты и когда ты переводишь это туда то то невольно ты начинаешь понимать что даже что-то страшное происходит и может привести к очень плохому концу тем не менее надежда есть и надежда достаточно реальна и мы видим сейчас как за полгода это очень быстро целый ряд штатов в Соединенных Штатах Америки начали сопротивление тому что большевики готовили я так понимаю годами или десятилетиями как при том что огромное количество конечно из заслонных казачков и у республиканской партии тем не менее такие такие губернаторы как губернатор Техаса губернатор Флориды губернатор Южной Дакоты я не хочу всех перечислять мэры городов люди которые находятся в ассамблеях целой ряда штатов начинают начали выпускать законы подзаконные акты распоряжения и тому подобное для того чтобы остановить этот кошмар который льется из Вашингтона и достаточно в общем успешно они начали это делать на местах я так понимаю что это движение будет шириться и шириться потому что оно это движение здравого смысла вот как Сергей начал час тому назад передачу с того что учителя родители просто так сказать люди которые беспокоены тем что происходит в образовании начали выступать приходить на заседания кричать требовать голосовать и тому подобное за то чтобы перестали издеваться над детьми чтобы перестали изменять историю чтобы перестали в математику вносить абсолютно расистские какие-то примеры то есть они даже математику учат так чтобы привить расизм или ощущение какой-то вот собственно недостаточности вины какой-то значит за что-то за то что у тебя цвет кожи такой-то ты почему-то виноват то есть Америка стояла на том что много лет после того как отменили рабство за которое боролись за отмену рабства боролись нормальные люди кстати вот почему-то мы сейчас говорим о рабстве а должны говорить о том что тысячелетняя практика рабства в Соединенных Штатах Америки была с борьбой значит с дракой с войной с кровью отменена и это и есть событие не то событие что рабство рабство было несколько десятков несколько тысяч лет пока десятков тысяч мы не уверены Библия говорит что значит вот шесть тысяч плюс да тем не менее так вот Соединенные Штаты Америки отменили рабство и это и есть событие ладно в гражданской войне погибло шестьсот тысяч человек да да в Америке шестьсот тысяч человек и вот эта теория раз критическая расовая теория она не только насаждается в школе но за что еще взялись демократы это уничтожить армию морально уничтожить потому что я слушал наблюдал за слушаниями которые проходили в конгрессе отвечал на вопросы чиф начальник объединенных штабов штабов Омели отвечал на вопросы командующий военно-морскими силами США это это поразительно такое какое бы слово в армии руководство армии оказались трусами абсолютными то есть Омели готов лизать любую задницу которая будет его так сказать вот напишут ему сценарием по нему будет говорить еще он сделал возмущенный вид такой принял а что плохого в том сказал он что мы изучаем критическую теорию раз я читал Маркса я читал Ленина я читал других что я от этого стал коммунистом нет ты стал лизаблюдом ты не стал коммунистом ты стал лизаблюдом и то же самое касается и командующего военно-морских сил они все боятся того что повисло с Джулиани они все боятся что астракизм так сказать их выкинут от их кормушек а с ними перестанут разговаривать и все если они не поддержат эту идеологию ну то есть нельзя идеологию в армии в армии должна быть одна идеология ребята должны стоять за страну защищать страну и все не заниматься вот этими им нужна армия которая войдет в страну по приказу и будет делать все что им скажут то есть прямо противоположной конституции точно так же как прямо противоположной конституции вводить цензуру а не вводят ее потому что мы лжем давайте попробуем принять добрый день не дождались перезвоните пожалуйста 847-400-5200 у нас еще есть минут наверное 10 хороших чтобы принять звонки ответить на ваши вопросы пожалуйста в эфире добрый день большое спасибо за вашу передачу я хочу чтобы уважаемый Леон как-то мне разъяснилось я просто еду и думаю не могу припомнить а вот Путин убит это понятно кого он все-таки убил может ли он расскажет я знаю Барак Обама отдавал приказы об уничтожении конкретных людей президент Трамп отдавал приказы об уничтожении конкретных людей которые были уничтожены пускай они плохие но можно их назвать убийцами а кого вот Путин убил пускай ли он разъяснит а то я как-то не могу понять вот спасибо за ответ заранее ну вы знаете я обычно говорю спасибо за вопрос а здесь я слегка так в состоянии ошаления вот у вас голос вроде человек который ходил в школу возможно вы даже ее закончили возможно даже вы умеете читать по крайней мере вы сдали на права то есть означает что вы смогли выучить права выучить законы вождения понимаете что в светофор там сверху красненький не надо ехать а зелененький там ехать надо да а это вы вроде понимаете но неужели настолько вы идеологически тупы я сейчас не имею ввиду что вы человек тупой да так сказать я абсолютно туп я не могу не различаю музыкальные фразы да я не могу спеть ничего я в коричнево-зеленой значит вот сфере как называется цветовой да я не различаю коричнево я тупой совершенно моя жена тупа топографически если ее остановить вот она шла куда-то по дороге да остановилась посмотрела налево потом она не помнит какую сторону нашла идет обычно прямо противоположная что она себя сама называет топографический тупой вот я очень подозреваю что вы политически ну вот не хочу опять называть это слово политически вы безумно странный человек либо вы засланный казачок вот наверное я думаю что вы были в холодильнике где вас заморозили и вы пролежали в нем довольно долгое время и не заметили скажем таких событий как ну там Грузия да например с расстрелами убийствами и тому подобное вы не заметили как российские войска сняв погоны и различительные знаки зашли в часть Украины вы не заметили как российские войска опять временно сняв погоны зашли в Крым вы наверное не заметили ни Молдавии вообще ничего бы не заметили я в каком-то смысле даже вам завидую потому что вот так взять проснуться и так сказать чудесный мир красивая страна вопрос только а почему вы живете в США если убийца там Трамп убийца кстати Трамп с моей точки зрения вроде никого не убивал нет или наш самый главный террорист иранский генерал а да он убил этого самого он убийца конкретного человека убил а еще стрелял по российскому аэродрому в Сирии 59 томагавков 62 59 всего долетело это тот самый аэродром с которого летали запрашивали газ но это не имеет никакого значения он убийца конечно вот то есть заметить живя в Америке и считать что там Клинтон Буш Трамп Обама и тому подобное они убийцы а считать что Путин вот не помню кого он убивал да это совершенно интересная оппозиция с моей точки зрения вы обязаны просто уехать в ту страну где никого не убивают не потому что я не тот человек который говорит ой плохо борите что называется но похоже что вы ненавидите Америку и обожаете Россию вот у меня к вам огромная просьба очистить мою американскую землю от вашего присутствия давайте попробуем принять это он же добрый день добрый день Сергей добрый день я вам Владимир Кейзвилинга я по поводу предыдущей темы насчет наших командующих уважаемых силами они делают что не понимают что эта самая критическая расовая теория утверждается Америка примерская отвратительная страна в которой эксплуатации расизма ненависти несправедливости так вопрос к военным зачем свою кровь проливать за такую дерьмовую страну неужели они не понимают что эта критическая расовая теория просто уничтожает мотивацию вооруженных сил вообще это то самое это то самое что Сергей сказал вы совершенно правы он и сказал они пытаются полностью убить мотивацию наших солдат стражаться за эту страну и потом ну поскольку у меня сын в армии служит и когда мы его забирали после после graduation from bootcamp у них ведь там ребята военные солдаты совершенно разных национальностей расовых групп этнических групп и тем не менее они они как бы во время каких-то действий военных они защищают спину другого то есть вот вот они как братья как родные и вы представляете ситуацию в чем там есть черные коричневые желтые белые какие хотите и вы представляете ситуацию когда им внушается что вот этот черный он он несчастный вот этот белый который рядом с ним он его враг он его угнетатель он делает все чтобы жизнь этого черного родился уже расистом и избавиться от этого никогда не сможет это просто подменили марксистскую теорию там была раз а там была класса а сейчас говорят раса вот раньше были взаимоотношения между угнетателями и угнетенными их невозможно было никак решить вот сейчас невозможно никак решить проблему между белыми и черными окей то есть то что они делают это конечно беспрецедентно это конечно это конечно направлено против Америки конечно это развал Америки в 2000 году я слушал кусок лекции в НВЮ Сороса где он сказал следующее что мир уже готов к тому чтобы стать честным справедливым хорошим райским практически так сказать местом и последнее препятствие которое стоит на дороге к справедливому миру это Соединенные Штаты Америки да и еще в одном я хотел сказать выступал ну в связи с колоссальным ростом преступлений в стране в больших городах которые кстати находятся под управлением демократов десятилетиями конкретно вайланд преступления то есть конкретно как называется и убийство и пушейное убийство они называют это это просто убийство с помощью нагана с помощью пистолета с помощью молотка молотка топора чего угодно насилие увеличиваются очень преступления с насилия да когда есть какое-то насилие и это невероятно симптоматично потому что по сравнению с девятнадцатым годом в двадцатом когда все это началось все эти белые и прочее активно стали действовать выросло по стране на 36 процентов по городам а значит с двадцатым на 21 еще по-моему на 20 с лишним процентов то есть господа с девятнадцатым годом мы выросли почти на 60 процентов количества преступлений с агрессией да это ужасно но и уже теперь как бы об этом молчать нельзя и выступил зиц председатель ну и конечно же а неужели трамп виноват ну вся медиа объявляет трамп об этом приводит примеры но зиц председатель придумал как побороть насилие очередная очередной наезд на вторую поправку конституции то есть ужесточить законы сейчас он придумал нечто что должно разорить или уничтожить дилеров законных которые имеют лайсенс то есть под разными предлогами они будут атакованы и при этом во время своего выступления поскольку он человек особо одаренный а там же в конституции записано что народ имеет право хранить оружие защищать себя и так далее и так далее или свергнуть тираническое правительство и вот во время своего выступления он сказал ну чтобы типа нас свергнуть вам потребуется или атомное оружие или истребители f-15 он об этом сказал интересно интересно да но я не слышал этого он об этом сказал я слышал то есть он готов нас атомным оружием бомбить атомными бомбами или с этих с истребителей f-15 расстреливать и при этом мне почему-то подумалось ну вот вице-председатель говорит что необходимо вот такое вооружение чтобы направить свергнуть правительство в то же время в третье лицо в государстве нэнси пилоси сказочное говорит о том что вот эта попытка переворота почти свершилась то есть несколько сот человек невооруженных почти свершили государственный переворот 6 января ну значит они действовали в рамках конституции в общем мы просто не видели у них было несколько f-16 а ну да и парой атомных бомб в карманах конечно да естественно ну их просто принесли туда значит информанты фбр да в общем в общем сказочные лидеры нашей страны на сегодняшний день рассказывают нам удивительные вещи и какая-то часть населения с удовольствием это все проглатывает ну их готовили мы пропустили это все мы пропустили американцы которые здесь жили пропустили это так сказать обработка началась в школах в элементарных начальных школах продолжалась в мид-скул потом так сказать в хай-скул потом в в университетах колледжах через газеты через средства массовой информации через через все да вот мы это пропустили оно оно вырвалось из-под нашего контроля и вот теперь мы имеем то что мы имеем да к сожалению и исправить это это так непросто причем да я тут слушал Билл Марр ну либерал либерал так сказать до мозга костей и то его периодически пробивает вот он он из тех мне тоже так сказать вещи какие-то ряд вещей которые он говорит резко притят но вот он один из тех с кем я бы нормально мог бы говорить например да ну потому что он он говорит порой о вещах очевидных которые должны быть очевидны всем даже либералам он говорит в частности о системе образования он приводит примеры там как в университете такой аквапарк построен охрененно стоит там семестр образования в этом университете и говорит пять часов в неделю студенты занимаются собственно так сказать чего-то слушают какие-то лекции а все остальное они живут как в санатории и стоит это хренову тучу денег в коммунизме и что вы думаете а и он еще привел помните лафлин судили этих артистов которые путем обмана своих дочек и он приводит цитату ее дочери которая говорит я не знаю насчет учебы там как я буду учиться но я хочу там потусоваться погудеть и вы хотите чтобы я за это платил то есть более того потом эти дети как бы подписываются таким образом 200-300 тысяч долгов потом их прощают обещают простить обещают простить кстати тему которую он поднял это была тема бесплатного образования он говорит вот демократы хотят бесплатное образование вот это вот бесплатное образование он говорит и так то есть понимаете что получается человек который получает высшее образование он потом имеет возможность устроиться на хорошую работу и много зарабатывать то есть мы должны заставить платить человека который получает не очень много не получил высшего образования платить за того который получил высшее образование будет получать много денег но получается пологики так да то есть со всех соберут деньги оплатят этому он потом полу получится образование будет работать и будет получать приличную зарплату то есть абсурдность всего этого но это не Не важно. Главное, на слух очень хорошо ложиться. Бесплатное образование, бесплатная медицина. Ну, мы проходили это уже один раз. Клабрику рабочим, землю крестьянам, власть с советом. Да, власть с советом, да. А мы проходили уже, я получал бесплатное образование однажды. Да. Леон, к сожалению, время нашей программы подошло к концу. Я огромное спасибо за то, что вы приехали к нам в студию, и мы вживую пообщались, я думаю, и нашим радиослушателям, и зрителям с YouTube-каналом было это очень приятно и интересно. Спасибо большое, и я очень рад, что я наконец-то коснулся, прикоснулся рукой к тем, с кем я только на удаленке был. Всего вам самого наилучшего. Спасибо.